Здравствуйте! Это программа «Встретимся с звездочетом» Ваш личный путеводитель по городским историям И сегодня мы меняем привычную точку старта Чтобы рассказать о главном театральном событии Могилевской весны Несколько дней назад здесь на красной дорожке Появились звезды театральной величины Известные во всем мире драматурги, актеры И обладатели международных премий Их собрал международный молодежный театральный форум «МартКонтакт» В нынешней афише много государственных театров И это серьезный контакт творческих людей из разных стран Поэтому все участники ждут общих проектов Творческой интеграции и, конечно, новых историй со сцены Для молодежи и с участием молодежи Молодежный форум у нас такой один Это крупный фестиваль, который собирает, в общем-то, Самое лучшее театральное произведение ежегодно И это большая заслуга дирекции фестиваля И Могилевского драматического театра, который всегда гостеприимен И который с нетерпением ждет этот фестиваль И я думаю, это огромная работа всего коллектива За годы проведения фестиваля на нем было показано почти три сотни спектаклей От полутора сотен театров из 21 страны Спектакли посмотрело более 50 тысяч зрителей «МартКонтакт» объединил в себе классический театр и экспериментальный Опыт мэтров и молодость новых поколений Современный театр вообще он должен быть про сегодня, да, он должен быть актуальный Это должна быть новая какая-то форма, то есть понятная молодежи, направленная на молодежь, на привлечения Но насколько он сегодня соответствует, посмотрим, даже фестиваль этот покажет На торжественном закрытии форума 27 марта назовут обладателя главной награды Золотой маски Аналогичную награду получит спектакль, признанный зрителями лучшим Сегодня мир искусства ждет новых драматургов, режиссеров, новые яркие актерские имена Кого мы откроем для себя в этом году, покажет «МартКонтакт» Встречай, Могилев! «МартКонтакт» 2024 Могилев – чистый город Его жители доказали это активным участием в первом городском субботнике В частности, на транспортной развязке улицы Королева и проспекта Димитрова Могилев – за чистый город! Порядок на улицах, в скверах и парках Могилева навели во время общегородского субботника К нему активно подключились городские власти, предприятия и организации города Общественность без дела не сидела и молодежь Могилева Большая благодарность депутатам, что привлекают нас к работе, потому что мы очень хотим работать вместе Делать все на благо нашего города, его даже, казалось бы, небольшой вклад Выкопать клумбу, посадить дерево, но это маленький шаг для того, чтобы наш город процветал и становился еще красивее Молодежный парламент пригласили принять участие в городском субботнике Мы сразу же согласились, потому что это работа на благо нашего родного города Могилева Сделать Могилев еще чище, уютнее и привлекательнее – это главная задача субботника Под таким девизом появляется новая интересная ландшафтная композиция Которой надеются удивить могилевчан и гостей города Депутаты городского совета, общественность, молодежный парламент, городской исполнительный комитет Трудятся на развязке Королева-Димитрова Высаживаем растения, значит, укрепляем склоны, наводим порядок Поэтому убежден, что своим примером мы покажем этот пример горожанам, которые нас поддержат Родилась идея в городе Могилеве Склоны, которые у нас есть на стороне Октябрьского района, на стороне Ленинского района Проэкспериментировать и сделать посадку зеленых насаждений То есть это разноцветных кустарников и низких войных растений Здесь не просто кустарники, здесь целая композиция, которая будет украшать этих два склона Почему? Потому что постоянно они находятся под прямым воздействием лучей И, конечно, наверное, многие горожане увидели, что они такие пожелтевшие, особенно когда жира Поэтому мы в этом году приняли такое решение обустроить эти склоны именно композициями красивыми И я думаю, что горожане увидят результат нашей совместной работы Конечно, после зимы работы немало, но есть в Могилеве и чистый четверг Так что навести порядок в любимом городе можно не только в рамках субботника Молодые могилевские инноваторы рулят Никита Калистратов – победитель проекта «100 идей для Беларуси» в номинации «Энергетика» Кстати, это направление стало визитной карточкой Могилевского электротехнического колледжа Финал 13 сезона проекта «100 идей для Беларуси» собрал молодые умы со всей страны В их числе и наш земляк Никита Калистратов Со своим проектом самозаряжающегося электромобиля Никита стал победителем Комментарии жюри были, чтобы создать действующую модель полноразмерного электромобиля Который будет, чтобы уже провести исследование и понять, насколько будет эффективен в реальных условиях То есть это в зимнее время, в летний период, при большой влажности, в дождь И уже посмотреть, насколько это будет эффективно Тема энергоэффективности сейчас особенно актуальна В ногу со временем идет и электротехнический колледж У нас есть такая задумка, чтобы наше учебное заведение приобрело в разрезе электромобиль И открыть новую специальность у нас здесь, может в Беларуси, может в нашей области Именно для подготовки электриков для обслуживания и ремонта электромобилей Потому что с каждым годом, если посмотреть, электромобилей становится все больше и больше Да, электромобили – это мировой тренд Только за прошлый год зарядных станций на всей планете стало на 60% больше Это касается и Могилева Новые площадки появляются в разных районах города Больше становится и общественного электротранспорта Такую тенденцию одобряют Это и загрязнения нету, никакой атмосферы Это и удобство, и удобство в эксплуатации И нету вот этой вот связи с этой бензин, соляркой, которая пожароопасна, взрывоопасна В Национальном детском технопарке представили 171 проект А вот победителей всего 30 В 10 номинациях и 3 возрастных группах О проекте Никиты мы вам уже рассказывали Но если вы что-то пропустили Выпуск с уникальной разработкой ищите в наших социальных сетях и на YouTube А пока о планах на будущее Ну, хотелось бы создать полноразмерную модель Но нужно, чтобы кто-то помог И, конечно же, хотелось бы, может, даже себе приобрести электромобиль И посмотреть уже, насколько, так скажем, после машины на двигателе внутреннего сгорания Насколько отличается данный автомобиль Теперь к науке В личной копилке Никиты есть и еще одна важная разработка В прошлом году юный инноватор занял первое место Республиканского конкурса «Энергомарафон» Со своим кондиционером Вещью, незаменимой летом или в душном помещении Но, как оказалось, его тоже можно доработать И получить вау-эффект Очистка происходит в три этапа Воздух забирается с улицы Проходит очистку с помощью угольного фильтра, бактерицидной лампы и генератора озона Далее воздух охлаждается с помощью постоянной циркуляции холодной воды Она забирается из резервуара помпой И циркулирует по системе Воздух, проходя через наш кондиционер, охлаждается, очищается и поступает в помещение Генератор озона создает концентрацию озона в 0,15 мг на метр кубический Данная концентрация хорошо влияет на здоровье человека Она улучшает кровообращение, нормализует давление и дыхание Данная концентрация возникает после грозы Мы проводили эксперимент Загрязнили помещение продуктами горения Непосредственно замерили качество воздуха в помещении И уже после прохождения через наш кондиционер Исследования показали, как вы можете видеть, что воздух действительно эффективно очищается Комплектующая у Могилевского кондиционера отечественного производства Так что кроме своей уже доказанной опытным путем пользы Агрегат получился импортозамещающим А воздух в нем охлаждается не с помощью фреона Как в стандартных кондиционерах, а с помощью воды Данный кондиционер где-то примерно стоит будет 300 рублей Ну в таком виде Если уже при увеличении объемов, мощности всех комплектующих Это будет уже, соответственно, дороже В дальнейшем, возможно, будем дорабатывать То есть возможно установить увлажнители воздуха Осушители воздуха Также возможно сделать подогрев Чтобы он не только охлаждал, но еще и подогревал воздух Мне интересно энергосбережение нашей страны То есть мне хочется стать каким-то инженером, энергетиком Чтобы в будущем добиваться каких-то благ для нашей страны Помочь человеку – это главная задача юных изобретателей В этом как раз и поддерживает проект «100 идей для Беларуси» Кстати, за время его проведения в жизнь воплотили уже больше трех с половиной тысяч проектов А сколько еще впереди? Еще немножко нужно как-то отойти от этого финала Уже в следующем году, возможно, может быть не я буду участвовать в этом конкурсе Уже какой-то другой человек Но от нашего колледжа все же в любом случае будет какой-то проект А пока мы в электротехническом колледже готовимся к энергомарафону В этом конкурсе учащиеся и педагоги принимают участие уже в шестой раз Такие проекты помогают раскрыть таланты молодых инноваторов И не просто выпустить из колледжа достойных специалистов Но и успешно устроить их в жизнь День борьбы против туберкулеза отметили по всему миру Большое внимание серьезному заболеванию уделяют и в Могилеве Но справиться с туберкулезом можно Ежегодно туберкулезом заболевают до 10 миллионов человек Поэтому внимание к этой болезни удвоенное В белорусской программе «Здоровье народа и демографическая безопасность» Есть задачи по достижению положительных показателей в этих вопросах Три индикатора Это снижение смертности от туберкулеза Он у нас один из самых низких в республике 0,8 на 100 тысяч населения В республике 0,9 Значит, снижение заболеваемости Снизились сроки лечения больных с множественной лекарственной устойчивостью И повысилась эффективность лечения Ко дню борьбы против туберкулеза Могилев подходит с положительным показателем В том числе и благодаря профилактике И это не только распространение информации о болезни Это также укрепление материально-технической базы Для диагностики и лечения туберкулеза Например, в Могилевском противотуберкулезном диспансере Отремонтировали бактериологическую лабораторию Начинили ее современным оборудованием Которое помогает быстро уточнить диагноз Нам это нужно сделать быстро Потому что все-таки пациент с туберкулезной инфекцией Он является заразным И, как правило, основная задача – это изоляция этого пациента Своевременная изоляция Как только клиницист получает результат В пользу туберкулезного процесса у пациента Естественно, оперативно пациент изолируется Своевременно назначается нужное лечение И, естественно, благоприятный исход лечения пациента Специфика деятельности бактериологических лабораторий Связана с определенным риском И современное оборудование помогает этот риск уменьшить Хорошая вентиляция – это важно для инфекционного контроля наших сотрудников Мы работаем с микобактерией туберкулеза С которой легко передается воздушно-капельным путем И для обеспечения инфекционного контроля нам необходимы это условие Млекопитающие, птицы и даже рыбы Туберкулезом болеют не только люди Это знают даже самые маленькие могилевчане За свои знания получают сладости от Красного Креста А еще оставляют теплые слова для своих сверстников Для которых это важная поддержка в лечении серьезного заболевания Дети узнают, что такое туберкулез Как можно не заразиться И пишут пожелания людям больным туберкулезом Они в целом знают об этом Потому что рассказывают в школах Мы просто напоминаем им еще раз об этом Мы всем довольны Вот получили шарики Скоро пойдем писать пожелания Для деток, которые болеют туберкулезом Хотите поддержать их? Да, конечно Проблемы заболеваемости туберкулезом продолжают оставаться актуальной Поэтому такие тематические акции В областной организации Красного Креста Проводят ежегодно Причем не только в формате профилактики Уже много лет специалисты и волонтерская команда Работают с больными туберкулезом Мы реализовывали проект укрепления национального потенциала Республики Беларусь В плане профилактики и лечения туберкулеза У нас наши волонтеры Красного Креста Работали с этими пациентами Мы осуществляли кейс-менеджмент Сопровождение случаев больных туберкулезом Мы содействовали проведению видеоконтролируемого лечения Конечно же мы в этом плане активно взаимодействовали С нашим Могилевским областным противотуберкулезным диспансером Узнают и главный символ Ромашку Это знак чистого и здорового дыхания Теперь дети не только знают о туберкулезе Может самим бы захотелось помогать людям? Да, захотелось Вполне Потому что это классная профессия Ты помогаешь людям О здоровом образе жизни и заботе о своем самочувствии Как лучшие профилактики туберкулеза Напоминают и взрослым На днях работники гидрометслужбы отметили свой профессиональный праздник Проверенное временем методы и современная электроника Как сегодня могилевские синоптики прогнозируют погоду Ответы у нас Утро работника облгидромета начинается с получения и анализа данных с метеостанций Дальше инженеры проводят свои наблюдения Здесь на месте и фиксируют вот в такой бюллетень В нем находятся данные за последние сутки Минимальная и максимальная температура Уровень осадков, влажность, ветер Плюс мы делаем обзор за прошедшие сутки погоды А также в бюллетене помещается карта приземная И, соответственно, прогноз погоды на сутки Ближайшие трое суток И на последующий предварительный прогноз Чтобы составить один прогноз погоды, синоптику нужно обработать огромный объем информации Начинают с таких синоптических карт А вот и могилев Зеленым цветом определяется зона осадков Желтым – туман Красным и синим – направление холодного и теплого воздуха Но и это не все Еще обработка радиолоксационных карт Обработка аэрологических карт То есть спутниковая информация Плюс информацию, климатические данные То есть те данные, которые сохраняются И которые климатологи ведут очень много лет То есть многолетние данные Всего в службе Могилев облгитромета Трудится 127 человек Конкретно в Могилеве свои наблюдения проводят 40 специалистов В нелегкой работе с погодой Помогает, конечно, электроника Автоматические системы измерений Все данные приходят на компьютер Есть и такая радарная карта Особенно красивый вид имеет летом Когда проходят грозовые, ливневые осадки То есть мы тогда прекрасно видим картину Как смещается фронт Как наблюдаются осадки И через сколько они будут подходить То есть с какой скоростью движется фронт То есть вот сейчас тоже вы видите Небольшая облачность И небольшие осадки в Гродненской области проходят Но у нас в Могилеве, видите, все чисто Нет облаков Чистое синее небо Прекрасная погода, шикарная Несмотря на введение новых автоматических технологий Большинство замеров все равно делают вручную На специальной метеоплощадке Например, нужные температурные данные Берут из этой коробочки с термометрами И так каждые три часа Кстати, свои практические навыки Работники Гитромета применяют и в повседневной жизни Достаточно просто посмотреть на небо Мы, глядя на облака, уже можем сказать Испортится погода Или, допустим, скоро пойдет сильный дождь Или погода, наоборот, улучшится То есть облака, когда ты за ними наблюдаешь Они очень много могут сказать Сама Наталья в наш Гитромет попала 22 года назад В своей практике видела немало интересных природных явлений И даже зафиксировала погодные рекорды Это была Могилевская весна 15 марта 2013 года Погода была примерно такая же Солнечная и теплая Снег практически растаял И весь Могилев ждал весну Ну не тут-то было Пришел очень мощный снежный циклон Которого не было у нас в Республике Беларусь Вообще никогда Это был зафиксирован самый снежный циклон И имя у него было Хавьер Тогда выпали очень сильные осадки Были заносы на дорогах Было даже приостановлено движение Многие люди не смогли выехать И на работу попасть Многие с работы не могли попасть Поэтому вот очень мне запомнилось И снег очень долго лежал И вот такими большими сугробами Кстати, первое метеонаблюдение Начали в Могилевье еще в 1809 году А вот современная гидрометслужба В этом году отметит свое столетие Конечно, за это время появились и традиции Причем не только отмечать профессиональный праздник Нередко в гости к синоптикам приходят Маленькие могилевчане Вот, например, на экскурсию заглянули Шестиклассники Мне больше всего понравилось Что там было на улице Там было очень много разных Этих вот Измерителей Ну, насколько вообще было интересно Так погоду мы по телевизору слушаем, видим А как вот изнутри это посмотреть? Ну вот, вблизи больше интереснее Больше узнаешь чего-то Приглянулась и вертушка-измеритель скорости потока Сейчас удивить детей не так просто Но вау-эффект бывает Конечно, мы ждем детей Приходят и дети, и студенты Для нас это не новинка Всех ждем Все расскажем, все покажем Ну, конечно, деткам сложновато Может, возможно, информацию эту воспринимать Она такая немножко тяжеловатая Все-таки и техническая такая Специфика такая Вот, но для студентов Особенно, которые смежные с нашей работой То очень даже полезно бывает сюда прийти Они все спрашивают, вопросы задают Им интересно, конечно, послушать Удивить можно и взрослых Вот вам сертификат и паспорт погоды Сделать его можно на любую важную для вас дату Кроме поздравлений Здесь указана точная информация о погоде В Могилеве и области Что ж, а мы ждем потепления Согласитесь, гулять по Могилевским улочкам Гораздо приятнее В теплую и солнечную погоду Могилев живет разной жизнью Творческой, спортивной, экономической и научной Но есть и преступная жизнь Обеспечивать правопорядок и законность Ежедневно готовы правоохранители Например, сбором доказательной базы И установлением истины Занимаются следователи Управление Следственного комитета По Могилевской области Находится в центре города Туда и отправляемся Корни профессии следователя Уходят во времена Римской империи Когда возникло римское право Государству нужны были люди Которые занимались бы тайным розыском В наши дни профессия гораздо шире И не теряет своей актуальности Я считаю, что главное качество В работе следователя Это честность и непоколебимость В своих действиях, уверенность И также просто уважительность И доброта каждому человеку Александр Красиков Старший следователь Занимается расследованием Коррупционных преступлений Твердое решение стать следователем Принял еще в детстве По примеру отца Ну, ранее, в возрасте 5 лет Я пришел к отцу на работу Он работал у меня В предварительном расследовании Начальником И я увидел эту атмосферу Следствия Работы в милиции Ну, я сильно тогда еще не разбирал Чем отличается следствие от милиции Вот Но мне эта атмосфера понравилась И я решил в дальнейшем Поступить в Академию МВД Республики Беларусь У меня отец поступил Как настоящий юрист Он мне отговаривал И не заставлял Я выбор это сделал самостоятельно После окончания Академии МВД Александр полтора года работал В Могилевском межрайонном отделении Следственного комитета В январе 2024 Перевелся в управление По Могилевской области Благодаря отцу Фамилия Красиковых на слуху А значит и молодому человеку Нужно держать профессиональную планку Почему же я приветствую династии В работе структурам МВД И следственных подразделений Передается колоссальный опыт Многие моменты уже Ветераны следствия могут не передать Но когда этот ветеран следствия Твой отец Вы это можете обсуждать В любое время Он может тебе подсказать Как правильно поступить В той или иной ситуации Часто следователя называют Мозгом следственно-оперативной группы Благодаря ему доказывается Вина преступника Или невиновность подозреваемого С 2023 года Будущих следователей По целевому направлению Обучает и Могилевский университет Имени Кулешова Срок обучения 4 года Если вы готовы Попробовать себя в роли Шерлока Холмса Обращайтесь в управление Следственного комитета По Могилевской области В фокусе молодежь В Могилевской областной библиотеке Имени Ленина Прошли 13-е Пысинские чтения В этот раз Накануне 80-летия Освобождения Беларуси От немецко-фашистских захватчиков Литературную часть чтений Посвятили Могилевским поэтам И писателям-фронтовикам Пысинские чтения Это всегда важное событие Для литературного Могилева Для общественности города В зале областной библиотеки Имени Ленина Собрались будущие педагоги Учителя А также писатели Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси Все отмечают Что с современным молодым поколением Нужно больше разговаривать На тему Великой Отечественной войны На вот, что мы поднимаем Тему, я треба подавать Не сухой статистикой Не ричбами А показать молодцы Да и не только молодцы Что за этими ричбами Стоят житти, счастье Або не счастье Трагеды, лёсы, люди И кожный лёс Это свой сусвет Вот это раскрыть И подавать треба Гэтые падеи Прозэмоции Имена витапрастые эмоции Яке, я зразумея Наша молодца Панести Бо статистику сухую И она А мать, что не воспринимает В программе 13-х Пысинских чтений И фрагмент Театрализованной постановки Поэмы Олеся Козека Марийка Посвященной Стражной трагедии Деревни Борки Уничтоженной Карателями 15 июня 1942 года Звучат стихи Алексея Пысина Других могилёвских поэтов И писателей В числе Слушателей Молодёжь Мы стараемся Чтобы молодёжь Прочувствовала И поняла Что такое Война Как бы Из первых уст Потому что Прочтение этих произведений Вызывает Очень большой Эмоциональный всплеск И понимание Того Как было Трудно Людям В то время На войне Одновременно С Пысинскими Чтениями В Могилёвской Областной Библиотеке Имени Ленина Проходили И дни Открытых Дверей Здесь Организовали Несколько Выставок Литературы О Великой Отечественной Войне Таким Мы увидели Могилёв На прошедшей Неделе А если Вы что-то Упустили Ищите Выпуски Нашей Программы В социальных Сетях И на Ютуб На сегодня Все Встречаемся Уже В следующий Вторник У Звездочета На Беларусь 4 Могилёв